Вот это сосна – очередной камень преткновения в конфликте жителей-за струйщика. На прошлой неделе сюда вновь пришли рабочие и принялись разбирать забор. Его границы сдвигаются ближе к дому, и дерево планируют спилить, что не устраивает всех соседей. Жильцы пытаются поговорить, но исполнители на контакт не идут. Это раб сила. А где хозяева-то, которые должны с нами общаться и контакт наводить? Никого нет? Сосну всё же спилили. Рано утром, в среду, жильцы вызвали полицию. У них поручено всего на два дерева и на два кустарника. Они уже вчера, у них уже было спилено три дерева и три кустарника. Сегодня они вот с утра. Ещё, говорю, спим внешне. Сын говорит, приехали. Ну и всё, побежали. Они тут отцепили, мальчиков поставили этих. Всё, мальчики никого не пускали. Обе конфликтующие стороны приехали во второй отдел полиции. Жильцы написали заявление и предоставили вот это видео. Представитель застройщик объясняет, зачем он оттолкнул мужчину. Техника безопасности. Я в ваших действиях, в ваших интересах. Вы лезли туда, где опасно. В администрации округа нам рассказали, что специалисты отдела экологии выезжали в 17 микрорайон с проверкой. Выяснили, что спиленная сосна находилась в хорошем состоянии. Два месяца назад туда выезжали наши специалисты. Было проведено обследование. Был составлен заключение, акт обследования. Под выруб попадало три дерева, две породы сосна, одна лиственница и кустарник, по-моему, порода черемухота. У нас документы на дополнительный снос деревьев, если она не входила в это, в администрацию не поступала от них. По словам Сергея Соколова, входило ли сосна в число разрешенных на снос или нет, будут выяснять правоохранительные органы. При строительстве объекта, как правило, разрабатывается план благоустройства участка. То есть, помимо компенсационных выплат, застройщикам могут обязать и озеленить прилегающую территорию. Есть ли такой план благоустройства у застройщиков в 17 микрорайоне, пока неизвестно. Деньги за снос деревьев арендатор участка уже заплатил бюджет округа. Они пойдут на высадки. Не факт, что молодые деревья появятся именно в 17 микрорайоне. Это может быть любой участок города. Его определят в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи окружной администрации. За счет компенсационных выплат в разные годы озеленили Ангарский проспект, часть улицы Горького и участок возле стадиона Ангара. Вопросов к предстоящему строительству еще множество. В начале следующей недели представители состройщика пообещали ответить на всем. Елена Милют, Владимир Сельванов, Алексей Кусюмов. Местное время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!